Человек-паук Он использовал стандартные параметры для всех костюмов, типа паучьего узора и цветовой палитры Номер два Обновленный классический костюм от художника Джона Ромита Он взял на себе рисовку Человека-паука в 1966 году Художник сделал некоторые изменения в костюме, удалив перефонки из паутины, сделав узор шире и увеличив форму глаз Номер три Симбиот Этот костюм приходит из чужого мира и пытается сформировать симбиотическую связь с Питером Паркером Симбиотический костюм увеличивает силы Человека-паука имеет свою собственную паутину и изменяет символ на его груди Питер снял костюм, когда обнаружил его зловещую природу, а ведь было нелегко отказаться от такой мощной штуки Номер четыре Бронированный костюм Был создан Питером Паркером для борьбы с группой врагов, называемых новыми силовиками Блестящая броня помогает защитить Человека-паука от вражеского оружия, но также гасит его ловкость Номер пять Костюм Малого Паука Он принадлежит Бену Ралли, клону Питера Паркера Бен носит костюм, представляющий из себя сплошной красный комбез и синюю толстовку Костюм также включает в себя заметные веб-шутеры и пояс Номер шесть Железный костюм Этот высокотехнологичный супер-костюм был создан Тони Старком в подарок Питеру Паркеру Тони использовал цветовую гамму Железного Человека, а также сделал механические руки, голографические дисплейные линзы и функцию полета Номер семь Костюм Фонда Будущего Человек-паук получил его, когда присоединился к Фонду Будущего после исчезновения Человека-факелов Этот костюм имеет черно-белый дизайн, как костюм других членов команды Фонда Будущего Номер восемь Невидимка Питер создал этот высокотехнологичный костюм для борьбы с криками Хоуп Гоблина Этот костюм деформирует звук и свет вокруг себя, чтобы сделать Человека-паука невидимым Он также сделан из нестабильных молекул, которые делают его самовосстанавливающимся Номер девять Костюм Майлза Моралеса Майлз Моралес подрослый с паучьими силами, который взял костюм Человека-паука после того, как Питер Паркер во Вселенной умер в битве Майлз заменил классический красно-синий дизайн красно-черным, чтобы его не обвинили в плагиате Номер десять Превосходный Этот костюм был создан доктором Октависом после того, как он перенес свой разум тело Питера Паркера Фото решил продолжить дело Человека-паука Он назвался Превосходным Человеком-пауком и оснастил свой костюм механическими руками и высокотехнологичными линзами, которые отображают логическую информацию Это была всего лишь десятка костюмов Паука, а ведь их сотни Какой ваш любимый? Может тот, который состоит из формы фантастической четверки и пакета спорных земель для глаз, за которые остальным паукам становится стыдно? Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, то помогите в распространении, поставив лайк и написав любой комментарий Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!